Добрый день, с вами Удови Наташа, художник компании Таир. Сегодня хочу показать вам, как делала вот такую интерьерную картину с объемной драпировкой. В интернете масса вариантов подобных картин, и все они в основном завязаны на гипсе. Но я не очень люблю возиться с гипсом, сеть в пропорции, разведение, утилизация. И к тому же, на мой взгляд, гипс слишком быстро застывает. Поэтому я буду походиться тем, что есть под рукой у художника компании Таир, а именно рельефной грубой пастой. Развожу ее водой до состояния блинного теста. Хорошо размешиваю до однородности. Это не гипс, и можно не переживать, что данный состав быстро застынет. У меня есть вот такой бракованный холст 40 на 40 сантиметров с дыркой. Буду использовать его, и дырка прекрасно скроется под драпировкой. Ткань грубая холстина. Нет смысла брать тонкие и легкие ткани. Такой материал промокнет, и подтяженность состава ляжет плоскими складками. Прикидываю будущее расположение ткани. Если есть желание создавать очень крупные, округлые складки, тогда заранее стоит озаботиться дополнительным каркасом. Сформировать складки из жесткой сетки, например, москитной. Дальше хорошо вымачиваем нашу ткань в разведенной водой пасте. Сухих мест остаться не должно. Небольшое количество пасты вымазываем на основу рукой или кистью, чтобы ткань в дальнейшем хорошо сцепилась холстом. Формируем красивые складки, уводя остатки ткани с заборки холста. Я подворачиваю их под деревянный подрамник. Можно таким образом закрыть всю основу. Но мне нравятся варианты композиции, когда остается и пустое пространство холста, чтобы был контраст между рельефной частью и ровной поверхностью. Остатки состава вымазываем на холст, чтобы также придать ему фактуры. Оставляем на просушку. В моем случае ушло двое суток. После первых ткань схватывается, но все равно есть ощущение, что внутри она еще влажная. А вот после вторых суток складки уже твердые, как камень. Сушить феном не рекомендую, чтобы не появилась трещина. Вот так выглядит холст с обратной стороны. Ошкуриваем наши складки грубой наждачной бумагой, снимая небольшие неровности от застывшей пасты. Если есть желание сделать складки максимально гладкими, можно еще раз развести пасту и промазать все складки дополнительным слоем. А потом снова шкурить уже более мелкой наждачкой. А можно просто ошкурить и слегка прогладить пасту водой. Правда, придется просушить работу еще часов 6. Я захотела окрасить трапировку под металл. Я становилась на оттенке латуру из линейки красок Доколор. На первых слоях в видео выглядит не очень впечатляюще, потому что частично краска впитывается в ткань и пасту. Но уже на втором слое получаются элегантные атласные переливы. Оттенок очень интерьерный, что-то среднее между золотом и бронзой. Мне он очень нравится. Еще я накрутила драпировку на совсем маленьком холстике 10 на 10 сантиметров. Окрашу этот вариант пастельным оттенком устричной бежевой из линейки Acryl Deluxe. Вторым слоем я в некоторых местах прибиваю краску поролоновой губкой. Смотрится как фактура бархата, что тоже может быть интересно. Затем беру краску Доколор Хамелеон фиолетовый и окрашиваю только драпировку. После высыхания получается интересный перламутровый блеск на складках. Пишите, что думаете об этой технике, в каком интерьере, на ваш взгляд, будут уместны такие работы и какой вариант нравится вам больше, перламутровый или металлический. Творите с удовольствием. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok